Поход за продуктами для 10-летней девочки едва не обернулся трагедией. В магазине ее стал рьяно домогаться продавец. К счастью, девочка оказалась не из робкого десятка и в конечном итоге молодой человек получил срок. Это лишь один случай судебной практики, говорит председатель ювенального суда Серегбай Толибергенов. Главные причины преступлений, связанных с развращением малолетних, он называет оставление детей без родительского присмотра в обществе малознакомых мужчин. В частном доме граждане Таджикистана работают, когда их не было дома, девочку в 6-7 лет приглашают к себе, гладят, целуют. В таком плане, в сексуальном характере, там насилия нету, поэтому в суде 24-й. В ювенальном суде Южно-Казахстанской области с начала года рассмотрено 6 дел, связанных с развращением малолетних. И хотя дела данной категории не являются лидирующими в общей статистике работы ювенального суда, тем не менее обвинительный приговор здесь составляет практически 100%. Учили реальные лишения свободы, 5 лет, 6 лет. В основном по этим делам, лишения свободы, в отношении несовершеннолетних, если совершено преступление, 68-я статья о примирении не действует. 63-я статья не действует, чтобы они ушли от уголовной ответственности. Прямо в законе указано, что в отношении несовершено половые преступления. Дела о развращении детей не связаны с проявлением насилия, и поэтому рассматриваются в ювенальном суде. Процессы проходят в закрытом режиме, прежде всего в интересах пострадавшего ребенка. На сайте Генеральной прокуратуры уже действует специальная база данных, в которой указаны персональные данные лиц, и на которых педофилии доказано. С этой базой могут ознакомиться все желающие. Продолжение следует...